Я не юрист, поэтому эти люди были в основном соображениями на здравом смысле и на факторах таких. Даже не юрист, каждый человек, который, ну я не знаю, хотя бы детективы в жизни читал, он знает, что когда определяют преступника, то первое, первый вопрос, который должен поставить перед собой следователь, человек, желающий разобраться в деле, это каковы мотивы человека, которого считают преступником, зачем он делает те преступления, которые ему приписывают. Вот если с этой точки зрения подойти к делу Игоря Измесева, то совершенно очевидно, что это придуманное дело или, как теперь, к сожалению, уже стало таким привычным термином заказуха, потому что у Игоря Измесева не было ни одного мотива для того, чтобы делать то, что ему приписывают. В то время как Урал, Рахим, понятно, для чего это делал, он прибирал к рукам нефтяные богатства в Ашкирии. И вот если исходить с этой точки зрения, то по какому пути идти по расследованию этих преступлений, за кем следить, чьи поступки анализировать, совершенно естественно, кто следствием нужно было заняться Уралом Рахимовым, а не Игоря Измесева, еще раз говорю, я не юрист, но это, ну каждый человек просто на уровне здравого смысла моментально понимает. И поэтому, когда ко мне обратились после ареста Игоря Измесева с просьбой вмешаться в это дело, поддержать его, социальные правозащие, у меня никаких калифоний не было. Более того, еще вот интересное соображение. Ну, понятно, Уралу Рахимову надо было на кого-то приложить свои преступления, чтобы выйти с ухи на сваду и ехать в Абстрии и там ужин припеваючи. А почему упало, ну, упало в такой измесев? Ведь как-то урало много других людей. И по речи мы тоже приходили в голову те соображения, что нет, кто поверит, что измесев совершал все эти преступления, когда ему это было не к чему. Ну, зачем сенатору, который сидит в Москве, убивать кого-то в Ашкирии? Ну, зачем? Чем он мешает этот человек в его работе сенатора? Я думаю, что вот Жигей Павлович Игоря Изместева, потому что он вот в этой среде, среди этих людей был, я бы сказала, белой бородой. Потому что, или воспитан так был, вот познакомившись с его родичами, я думаю, что большую роль здесь жало воспитание, нормальное, в нормальных условиях воспитание. Выгодие измесев есть и человечность, и стремление к справедливости, и желание даже, ну, опасное для человека, потому что надо же ему положить, если надо помочь тем, кто, может, властям не угодит, но за честное дело выгодится. Я не буду сейчас об этом говорить, потому что я не знаю, пойдет ли это ему на пользу. Сейчас у нас тоже такая ситуация, когда справедливость, человечность не в числе. Но, пойдите мне, когда ко мне обратились по поводу Изместева, я ни разу не видела Игоря Изместева, но я уже знала о тех добрых делах, которые он делал, а других людей не осуществлялся в том, чтобы там или Активитальченко, или, наоборот, в моих глазах, или в чей бы то ни было возьмись. Просто ведь не только добрая, ну, не только плохая слава, но и добрая слава бежит, она бежала впереди этого человека. Я помню, что когда мы рассказывали, я говорю, да, ну что, сенатор, вот это вот так вот вам помогал, вот, ну, дворичь, ну, все занимался. Немножко удивительно было. А мне рассказывали об этом еще до того, как началось все это ужасное дело, и когда потребовалась ему защита. И тогда сказали просто, ну, в порядке обычной беседы. Я должна сказать, что до тех пор, пока такие люди, как Игорь Изместев, будут осуждать на нашем сезоне, Другие еще как рассуждают на по жизни заключение. Это ужас ведь какое-то осуждение. Страшнее ничего придумать нельзя. А такие люди, как Урал, будут богодевствовать, дорогие мои соотечественники. Не будет хорошей жизни в нашем отечестве. И поэтому все мы, не только родственники, знакомые, друзья Игорь Изместев и таких людей, и какой-то, страдавших безлимно, должны не думать о своем покое, а добиваться всеми возможными средствами, какие только у нас есть, чтобы добро было оправдано, а зло наказано. Это надо думать не только ради спасения Игоря Изместева, а ради спасения той страны, в которой мы живем, у нас самих, наших детей. Иначе нам тоже и жизнь, и пробу, и счастья, и покоя не будет. Субтитры создавал DimaTorzok